МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель в студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Детерминовое голосование завершается. За четыре попередние дни на Гомельшине в делу выборов приняли больше, как 28% граждан. Дегустации и скидки. Объекты Гандлю будут працовать на выборчих участках 18 лютого. Навучиться назирать за птушками. Школа Бёрдвотчунгу откроется у Мазыры. Мистер Гомель 2018. Первый кастинг-конкурс пройшел в областном центре. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня опошний день до терминового голосования по выборах депутатов Мясовых Советов. За четыре попередние дни на Гомельшине свой выбор зарабили больше, как 28% жихаров. У областном центре ситуацию на участках головной падеи громадско-политичного жития краины оценила наш корреспондент Вероника Варашилина. Поколь одних грамадяне субботней ранецы ящи отпочивают после напруженного працонного тыдня, инши обадёры спящаются на выборчай участке. Гомельский педагог и телевядучий керавник клуба интеллектуальных гульня «Белая рысь» Леонид Климович на дотерминовое голосование иди разом с женкой Валентиной. Для их этот день по-особливому урочистый ящи и тем, что вступал в 34-й годовинный веселье, яку в народе называют «Янтарной». На участку для голосования в середней школе номер 15 города Гомеля их чекает незапланованная приемная встреча с семьёй начальника управления спорта и туризма Гомельского облвыконкома Дениса Язерского. И они так само пришлись с самой ранецы, как зарабить свой выбор. До речи, одних людей на дотерминовое голосование приводят семейные обставины к гостю, яку выпадку Леонида Климовича «Выдатки профессии». Дело в том, что у нас, у внешкольников, у дополнительного образования в воскресенье – это самый горячий день. Все могут прийти. Завтра у нас игра в клубе, завтра у нас игра для гомельской епархии. Так что завтра мы полностью загружены. Ну а гражданский долг исполнять надо. У нас тут советская ещё закалка. Так что пришли сегодня. А тем часом на участок для голосования у гимназии номер 10 города Гомеля неспешным кроком идти 91-годовый жихар областного центра Иван Иванович Яковцев. Заплячимый 47 годов працованного стажу. Починал он звычайным тесляром. Працевал в комсомоле. Великую частку життя присвятил держслужбе. У разные годы он был старшинёй Будакашалёвского райвы Конкама. Первым секретаром горкома партии у Калинковичах займал и иншие посады. Треба отзнашать, и об депутатской справе Иван Яковцев ведая не по чутках, бо за своё громадское активное житё и он неодноразово становился депутатом разных узровняв. А тому выборщикам адресую отриманный вопытом совет. Мы надеемся, что они наше доверие избиратели оправдают. Но мы, избиратели, должны не только опираться на них и думать, что они за нас делают. Мы должны вести свою активную позицию и сами, как можем, так крепить нашу родную Беларусь. Сделать её ещё более процветающей, крепкой. Поэтому от нас избирателей зависит многое. Каждый из нас должен вести свой уклад в наше общее дело. Нагадаем, основный день голосования по выборах депутатов местовых советов призначены на завтра. На Гомельшине створены 1022 выборчие участки. И они будут працовать с 8 до 21. Вероника Ворошилина, Валерия Панько, телерадио «Кампания Гомель». На усих участках для голосования у основной день выборов 18 лютого будет организованный святочный гандаль. Такую информацию огучили уголовным управлением гандлю и послуха Гомельского обл. Канкама. Як чекается у неделю, на выборчих участках у Гомельской области будут працовать больше, как 930 объектов гандлю и громадского харчавания. При этом у невеликих вёстках обслуговывать насильство будут аутокрамы. Гандаль почнется с 8 годин ранецы. Что тишится асортименту, то он будет вызначаться, заходячи с попыту мясового насильства. Разом с тем, усим организациям гандлю и громадского харчавания рекомендовано звернуться до масленичной тематики, пропоновавши покупникам традиционные для этого свято блины. Значное место подчас святочных продажов будет ответить на так само дегустации продукции предприемства в области. Дегустации, промоакции нашими молочными комбинатами и нашими тремя мясокомбинатами. То есть, каждый сможет отведать, попробовать какие-то новинки и, соответственно, сразу же их приобрести. Если говорить о приобретении продукции, нами рекомендовано всем субъектам, которые будут обслуживать выбранные избирательные участки, сделать определенный ценовой мораторий. На сегодняшний день ограничение по торговой надбавке это 5% и ограничение надбавки общественного питания это до 30%. Все субъекты это поддержали. Традиционно доголовные подеи в громадско-политичном житии краины долучаются и нотариусы. В регионе практика, когда на выборных участках працуют юридичные группы, истнует давно. Зразумело, что оформлять нотариальные сделки никто не будет. Однако перолик питания, по яких можно свернуться до специалистов, широкие. Завычайно, людей тягает семейное право, приватизация жилья, оформление документов. Могут провести консультацию нотариусы и на конт процедуры голосования. В этом году, конечно, мы тоже постарались не изменить традициям. И уже есть заявки в городе Гомио, точно знаю, нотариальную контору центрального района. Их распределили. У нас там работает 9 нотариусов. И несколько из них распределили по различным участкам. Есть заявочки на районах, по работе нотариусов в таких юридических группах. Наши нотариусы готовы. Что называется, они даже спрашивают, если вдруг такое приглашение придет, мы готовы и придем к вам. Какими будут белорусские городы в ближайшем будущем и что для этого необходимо сделать? Эти пытания мерковывали у Гомели на коллегии Минбудархитектуры с отделом керавництва у Рада. О планах и досягнениях галины материал Олега Синтерова. Гомельский школозавод подприемства, которое шмат учим возначает стратегию развития будовничьей галины по селякому выпадку той сферы, что отлично городской инфраструктуры. Сегодня тут вырабляется некакий видов шкла, якое широкий спектр выгрызстания. От оформления фасадов будинку, до створения системы шумоизоляции, уздов транспортных магистралей, а прочатого миновита гомельская продукция зараз рекомендована галиновым министерством для выгрызстания у жилых домах. Это и энергосбережение и безопасность. С этой нагоды до речи вырешено частково обмежевать экспортные поставки. В 2016 году мы 90% своего объема производства продали на экспорт. В 2017 году больше 80%. Почему чуть меньше? Да потому, что Республика Беларусь к нашему удовлетворению, к нашему счастью берет особенно новую продукцию, берет все больше и больше. Это тоже имеет развитие уже в строительстве и это именно то, ради чего проводилась модернизация. Это улучшение жизни нашего населения. От перспективы выгрызстания шкла у денег и коллегии переходит до обмеркования нового уведения, которое планируется унести у планы дальнейшего города будовництва, причем размолы идей не только в запланованных квадратных метрах, а и створении комфортного осередия для проживания. Прогулки вечерние и отдых, и спортивный отдых это все в одном комплексе. Людям необходимости нет выезжать за пределы своей территории, своего жилого комплекса. Поэтому вот эта перспектива в дальнейшем она будет, это пока мы начали пилотное, но это уже входит в обязательность и такие комплексы в дальнейшем будет, вообще все жилье будет проектироваться только со средой обитания. Мы должны думать о людях, которые живут здесь и они должны иметь максимальный комфорт. Стоянки будут вынесены за пределы территории, проезды только для спецтранспорта. Что такое комфортное сервизе для проживания, в деньгам коллегии демонстрируется на прикладе 19 микрорайона Гомеля. Дитяшие плясовки, спортивные тренажеры для инвалидов, колясочников и домы, которые по своему внешнему выгляду уже могут быть упроходжением города. Причем каждый такой будинок оснащен системой видеоназирания и виде домофонами. По кули гэтае дамы экспериментальный проект. Дарече кошта квадратного метра у них складая каля 920 рублёв, что на думку самих будиноков для Гомеля достаткова высокая цена, але я ес снижение максима при массовом будиннистве такого жилья. Увогу интерес до проекта ты божь значный, что тут у першыню реализовано и еще одно нововведение. На першем по версии одного с домов знаходится убыдаванный детяший сад. У такого рашения некаких плюсов. По перше дети знаходятся побачь с домом, по другое гэта экономия земли, что особливо актуально для вяде деких городов. У Министерства архитектуры и быдавниства раюць гэта проект для распосудживания и уже есть перши пропадовы. Есть сегодня заинтересованность и договоренность с администрацией города Бобруйска, что мы будем заниматься строительством у них домов со строенными детскими садиками. Есть интерес и в Минске. Ну и наверняка наши коллеги домостроители изучив опыт нашей работы будут и в себя во властных центрах и в других регионах строить такие же дома. Размова о новых проектах притягивается непосредственно на посещение коллегии Минбуд архитектуры. Гомельский опыт варты не только для выучения, а и распосудживания. Можем делать? Можем. Душа радуется. Коллективу тоже приятно. Ну так вот. И всем гостям ишь удивили. Беда и самая значная перешкода на шляху украинения новых проектов, некоторые нормативно-правовые документы, але, как означается по час работы коллегии, в ближайший час у них будут унесены необходимые коррективы, а про чатаго распространены кодексы архитектуры и будовинства, принятие, кого дозволить спросить, чи в уголе отменить целый широк потребований и взгоднений. Олег Синчеров, Валерий Копанько, телерадио-компания Гомель. Школа Бёрдвотченгу открыется у Мазыры в конце лютого. Наведываться бесплатные занятки по назиранні за птушками могут и особные горожане и целые семьи. В учебными планами подчекавилися наши мазырские коллеги. Андрей Шевчик працует над ним с калинковицких предприемств, а вольный час захапляется фотографии и назирая за птушками. Просне кальки тыдню своим опытом и ведом он почнет делиться со слухачами первой у Мазыры школы Бёрдвотченгу. Наблюдение за птицами выбирает любой желающий, тот, которому либо подсказали, либо сам каким-то образом пришел к этому, которого заинтересовала птица, скачущая в парке, на дереве смотрящая на него с ветки. То есть, а кто это смотрит, кто скачет, люди не знают и пытаются у кого-то спросить либо почитать где-то что-то. И это хобби называется Бёрдвотченг. От малого до великого любой желающий, любой интересующийся человек может стать наблюдателем, Бёрдвотчером. Школы Назирания за птицами открытся в 10 городах Беларуси. Три из них у нашей области у Гомеля, Турови и Мазыры. Проект потребляют ПРАН и Министерство Ахова здоровья. Слухарши смогут познайомиться с основными видами птицами Беларуси и набыть базовые навыки Бёрдвотчеров. Доведаться, как правильно Назирать за птицами, а пронаться, и две полевые экскурсии. Для Мозырщины уникальными видами могу назвать это Белая Лазаревка. Уникальнейший вид, красивейшая синица, обитающая в России. И таким отдельным пятном есть у них ареальчик небольшой в Беларуси. В Европе её нету, поэтому тысячи-тысячи европейцев просто жаждут её увидеть, едут к нам, специально организовываются туры, приезжают целые автобусы иностранных наблюдателей смотреть на нашу синицу. В Мазырском районе живёт больше, как за 200 видов птушек. На вот зимовый час, по час прогулки по набережной, уважливыми заранее могут встретить 10-15 разных представников птушиного света. Доведаться про их можно на занятках в школе. И она откроется в конце лютого на пошатку сковика. Светлана Грудькович, Слав Перасыпкин, телеканал Мазыр, специально для телерадио компании Гомель. Святый Праведный Иоанн Кармянский пролечены далеко усягульных святых Русской Православной Церкви. Рашение принято на архиерейском соборе РПЦ. На Малой Радзиме одного из самых вядомых белорусских святых побывали наши корреспонденты. У этой Радзиме неотленная мощная, кем больше за 100 годов. На вуке немае отказа на пытание, як, але после поклонения святому люди позбавляют себя с плодзе, хвороб сердца и наводонкологии. Святый Праведный Иоанн Кармянский о малюсе житё служил у невеликой церкви у вёсцы Агародня. Суды по его молитвах отбывались и при житте. Он проотказывал будущую и николь не помылялся. Слава про священника разошлась на всю краину. На сёнях это самый вядомый шаномый белорусский святый. Причёмся род паломников не только белорусы. У корму едут с краины СНД и Европы. Дороген на недавнем архиерейском соборе Русской Православной Церкви Иоанн Кармянский долучен и далеку у сиагульных святых. До этого формально он лечился мясцово шанованым. Мы ожидали, конечно, что это произойдёт. Слава Богу, что на архиерейском соборе всё это случилось. Но именно наш батюшка Иоанн Кармянский всегда собирал очень множество паломников для обретения его мощей. Было паломничество очень большое, потому что здесь действительно совершались определённые чудеса. У некоторых километрах от святой Иоанна Кармянского монастыра та самая вёска, где жил и служил будучи святым. Место его похования долгие годы заставалось и невядомым. И он продказывал, будут скакать по мне до труна будет мощной. И саправды у гады советской улады тут было футбольное поле и танцевальная пляцовка, что заховывается под имя, доведались только в 1991-м. Зараз на месте похования Иоанна Кармянского и былой церквы усталявали крыш. С часом при храме, куда перенесли его мощи, заявился монастыр. Сегодня улику его насильников 11 человек. И они подтримливают парадок, пякут хлеб, займаются рукоделем, клопотятся про бездомных живёл и вядомы ж молятся. Обыч с батюшком Иоанном. Святой жизни твоей, святой жизни, даром в размене истерине Господь Тётаи, да спаси Господь души наша, дочитающей глушение святую память Твою. Дарачу в Беларусях это самый молодой монастыр. Его насильницы за годы служения стали светками десятка уцуда. Укажут многих паломников уснесут и клича сам Иоанн. Прознаются, что и особисты отшивают присутность святуха, який калисти ходил по кармянской земли. Первый раз, когда я переступила храм отца Иоанна, у меня сразу было первое чувство, что я дома. Что вот я дома, и меня вот как будто вот много лет меня не было, и я ощутилась в своей родной стороне. И вот это вот чувство родное обителье, оно всегда присутствует и в каждой наверное душе и сестры и приходящие люди, которые к нам приезжают. В минулом году исполнилось 180 годов с дня народжения и 100 годов со дня смерти святого праведника. Все лето 20 годов с момента его канонизации. Причем официально отзначать это будут у епархиях уже не только Беларуси, а и России и Украины. Ганна Ковалева, телерадиокампания Гомель, преподтрымцы агентства теленавинов с Дубрыжского района. У Гомеля отбылся первый кастинг конкурсу «Мистер Гомель-2018». Он проходил у городским центры культуры. Аналогичное мероприемство тут будет ладиться так само завтра с 15 до 16 годин. На кастинг организаторы запрашают полнолетних хлопцев ростов пожаданно не меньше за 180 сантиметров. Претенденты повинны быть привабной внешности, харизматичными и упевненными у себе. Па час отбору молодым людям пропанують отказывать на пытание самого разного характера, продемонстровать навыки дефиле и махчимые особистые творшие здольности. Па выниках обо двух кастингах у пауфинал организаторы плануют одобрать до 25 стильных спортивных и обаяльных кандидатов. Продемонстровать себе перед публикой им будет пропановано 21 лютого. После шага до 15 лепших пауфиналистов трапят у опошней тур конкурса мистер Гомель 2018. Зиме начнется насыщенная подрыхтовка до яскравого финального шоу. Концепция финала пока не совсем можно обнародовать. Мы ее еще не разглашаем. Тема конкурса будет Мэнсленд то есть показать жизнь современного парня чем он увлекается чем занимается этому будут посвящены также декорации сами выходы приходите 22 апреля на финал конкурса мистер Гомель 2018 в городском центре культуры по адресу Иринская 16. Масленешное гуляние у Гомеля пройдутся завтра на 8 пляцовках во всех районах областного центра. Организаторы кажут, что селита подрыхтовали новые конкурсы и шоу которые пройдутся по душе всем гостям свято. Так на пляцовце каля ледового палаца можно будет продегустовать блины подчас блинфеста поглядеть представление ледового театра батрейка набыть сувениры на кермаши ромесников. В советском районе каля палаца культуры фестивальны разгорнится молочно-масленешный кермаш. Тут можно будет попробовать свои силы в конкурсе покидании и поедании блинов. Выхованцы установ дукации района проведут флешмоб танец с блинами. Одразу четыре пляцовки будут працовать в чугуношном районе в Костюколце для медицинского университета по проспекте космонавтов каля центра инклюзивной культуры и палаца культуры Гумсельмаш. Жахарова Белецкого района запрашают на свято в зону отпочинку пруды. И опошнее поведомление у понеделок 19 лютого с 10 до 11 годин в связи с проведением репетиции святкования 100 годов Збройных сил Республики Беларусь будет частково обмежеванный рух транспорту по улице Працовной а так само по улице Кирова на участку от Сялянской до Працовной. Гэта иншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершены добрых вам новинов сачайте за эфиром